Здравствуйте уважаемые зрители моего канала. Сегодня видео о том, как укрепить иммунитет и сберечь ресурс нашего сердца. Я дам очень важный тест для использования максимальных, но безопасных для здоровья тренировок, чтобы не было износа сердца при любых тренировках. Какова же безопасная продолжительность физических нагрузок? А спортсмены долго живут или не живут? Если да, то какие? Как сберечь ресурс сердца и как укрепить иммунитет? Об этом данное видео. Иммунитет это наши защитные клетки. Подробно как работает иммунитет на примере активации его полисахаридом лентинаном в составе грибов шитаки, выращенных специальным образом не фермерскими грибами. Я рассказывал в моем видео гриб шитаки, посмотрите потом непременно кому это будет интересно. Есть один групповой феномен, он известен давно. Одни люди болеют одними этими же заболеваниями, скажем, простудными, другие нет. Этот феномен был изучен во времена Великой Отечественной войны, когда в тяжелейших условиях практически никто не болел простудными, вирусными и иными заболеваниями. А в спокойное мирное время те же самые люди, выходя на улицу, заболевали сходу. Это очень интересная, но отдельная тема. Хочу тут только сказать, что мобилизация организма укрепляет его защитные силы, это истина. А расслабление, лень, апатия и тому подобное наоборот. Чем же полезны физические нагрузки? Умеренные и неумеренные нагрузки. А вот какая связь физических нагрузок с укреплением и активацией иммунитета существует. Как вы знаете, при физических нагрузках ускоряется кровоток из-за ускоренного сердцебиения, нежели сердцебиение в спокойном состоянии. Эти нагрузки увеличивают ударный объем сердца и объем циркулирующей крови по организму. И таким образом кровь двигается по сосудам быстрее в 5-6 раз, чем в спокойном состоянии. А наши защитные клетки неспецифического иммунитета. НК клетки, которые ищут инфекции в организме для их уничтожения, они выделяют интерфероны, интерлекины, чем и сильны. Но они очень долго порой доходят до периферии организма. Если вы мало двигаетесь, если вы постоянно находитесь в спокойном состоянии, если кровь долго идет к проблемным тканям, а вот при быстром кровотоке защитные иммунные клетки доходят до очагов инфекции гораздо быстрее. То есть тогда происходит оперативное реагирование иммунитета, и тогда почти никогда инфекции не возьмут вас быстро и сходу. Именно поэтому при интенсивной нагрузке увеличивается приток крови к легким и носоглотке, увеличивается концентрация защитных клеток иммунной системы, лучше начинает работать наша лимфатическая система организма. Но надо знать, что эта активация и после самой физической интенсивной нагрузки какое-то время продолжает действовать, то есть в период покоя, то есть по инерции. А у неподвижных людей возникают перекосы в работе иммунной системы. Кстати, у тех людей, кто ведет малоподвижный образ жизни, нейтрофилы всегда ниже нормы. Замедленное старение наблюдается у тех, кто физически активен, у них еще и защита от рака выше, у них происходит омоложение иммунитета. Баня тоже хороша в этом смысле, то есть для ускорения кровотока, но тут в основном подкожный кровоток ускоряется. Тем не менее, такое ускорение кровотока, оно пассивное, то есть без мышечной работы. Это, конечно, иное. Физическую активность ничто заменить не может. Раза два в день нужны какие-то интенсивные упражнения, отжимания, приседания, не менее получаса в день. Кардионагрузки очень важны, примерно полтора часа в день. В идеале эти нагрузки разделить на два-три раза в день. Конечно, движение это жизнь, велосипед, утренняя зарядка, все как было, как пропагандировалось в СССР. И я перехожу к логическому продолжению данной темы. Как сберечь ресурс нашего сердца на долгие годы? Как не израсходовать ресурс раньше времени, живя на износ? Итак, частота сокращения сердца и срок жизни человека. Кто занимается кардионагрузками, у тех людей сердечная мышца больше, и крови она выбрасывает больше за единицу времени. И у тех людей в спокойном состоянии частота сердечных сокращений ниже. Почему? Очень просто. Из-за большего объема выброса крови за один удар. То есть, сердце тренировано, и потому оно отдыхает тоже больше и лучше. Для сердца очень важны калий, магний, куинзимку-10. Впрочем, хотите, чтобы я сделал отдельное видео? Какие элементы в питании, витамины, минералы жизненно необходимы для нормальной работы жизни сердца? Напишите под этим видео об этом. Если хотя бы 3000 комментариев с просьбой снять такое видео наберется, я это сделаю обязательно. Для вас написать несколько секунд, а для меня это важная обратная связь, чтобы моя работа была не напрасно. Хорошо, но посмотрите вот эти видео о сердечно-сосудистой системе, которую я уже снял. Но помните, перегружать сердце долгими интенсивными тренировками категорически нельзя. И вот почему. Во время длительных высоких сердечных сокращений диастолы, то есть расслабление сердца после его ударов, после сокращений, после систолы, недостаточно. Тогда сердце страдает. Вот почему надо чередовать упражнения с покоем, с отдыхом. Иначе просто ухудшается питание самого сердца, самой сердечной мышцы. А ведь питание сердечной мышцы происходит именно в момент диастолы, то есть расслабления. Если же человек тренируется на износ, то может нарушиться питание миокарда, то есть сердечной мышцы. К тому же из-за повышенной работы митохондрии, наших энергетических станций организма, при повышенных физических нагрузках образуется большое количество свободных радикалов. И тогда провоспалительные цитокины вырабатываются в больших количествах, а они без разбора могут повреждать, разрушать разные клетки нашего организма из-за свободных радикалов. К тому же повышается давление в кровеносных сосудах, в артериях. И тогда могут пострадать стенки этих сосудов. Поврежденные стенки обрабатываются провоспалительными цитокинами, тромбоцитами, холестерином. И таким образом возникает атеросклероз. А далее инсульт и инфаркт. И что же вы думаете, у спортсменов этого нет? Да сплошь и рядом. Особенно у тех, кто неправильно, неадекватно питается. Кто перестает с возрастом заниматься интенсивными физическими нагрузками. А питаться продолжает так же, как и раньше. А потребность в калориях уменьшается. А излишние калории и сахара преобразуются в жир. Подкожный жир, а самое страшное, висцеральный. Про это у меня было видео и не одно. Итак, дорогие товарищи, важна продолжительность повышенных интенсивных физических нагрузок. Начните с 5 минут и доведите плавно, постепенно до 30-40 минут подряд, но не более. За один подход важна смена кардио с интенсивных нагрузок, то есть на простые упражнения. Ходьба и даже состояние покоя должны чередоваться с физическими активными нагрузками. А живут ли долго спортсмены? Тяжелоатлеты с их-то питанием и животами нет, не живут. А вот где спорт на выносливость? И когда человек не перестает с возрастом заниматься этим видом спорта, или, скажем так, этими интенсивными нагрузками, тогда да, вспомним того же велосипедиста Маршана. Он прожил 108 лет, и до последних дней своей жизни он катался на велосипеде. Найдите хотя бы одного тяжелоатлета, кто прожил бы хотя бы 100 лет, не говоря о большем сроке. Итак, главное, что я хотел сегодня до вас донести, что физическая активность, причем интенсивная кардио, очень важна. Как при этом активируется иммунитет, почему, тоже пояснил. Ну а в завершении про тест, о котором я обещал. Итак, как же определить, что вы занимаетесь не чересчур? Доведите ваш бег, ходьбу, любые физически интенсивные, кардионагрузки, до той степени, чтобы вы могли при этом спокойно говорить. То есть говорить, не задыхаясь. Вот главный тест. Постепенно вы будете более тренированным человеком, и сможете спокойно говорить даже при легком беге. И это будет хороший показатель. Это простой тест, но он отражает саму суть. Точнее, предложить измерение интенсивных нагрузок, чтобы они были нечрезмерными, невозможно. И этого теста вполне достаточно, так как он отражает физиологические процессы. Чрезмерны ли они? Или физиологичны? А тренировать сердце нужно? А вот что для сердца полезно и что его убивает, пожалуйста, посмотрите вот в этих моих видео. Что ж, ну на этом пока все. Ждите новые видео. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Ну и, конечно, я буду рад, если вы отправите ссылки на это видео своим знакомым, друзьям, близким, кто вам не безразличен. Ну и поддержите наши уникальные производства. Заказывайте, потребляйте наши продукты, пользуйтесь нашими приборами, иными товарами. И знайте, что мы отправляем наши любые товары в любые города России, страны СНГ и любые страны мира, если в этих странах есть почта России. Вам достаточно лишь об этом узнать у себя. А если вы находитесь за границей и боитесь, что оплатить не сможете, так как платежные системы многие заблокированы для оплаты в Россию, не беда. Вы оплатите нашему представителю в другой, скажем, европейской стране. Мы это учтем и заказ вам высылаем, как получим подтверждение оплаты. Вы просто оформляете заказ, не забегайте, пожалуйста, вперед, не нужно этих лишних переписок. Как вы заказ оформляете, с вами связывается менеджер и присылает вам подробные пояснения. Ну вот, собственно, и все. Как говорится, дело техники. Всем хорошим, честным, порядочным людям я желаю крепкого здоровья. Ну и до новых видео.